В предыдущем видео говорил я о Первом Майдане 1905 года. Так называемая Первая эволюция. Падение Порт-Артура подорвало доверие болванов к власти. И на Майдан поперли у Скалобы. Впереди Поп-Гапон. А далее подплыли айсберги, вайсберги и прочее. Ну вы знаете. И начали шатать державу. Положили в той русско-японской войне 50 тысяч народа. Должили царю. Еще надо 100 тысяч положить для победы. Нет, сказал, жалко. Мириться будем. Было при царе-батюшке с едой все хорошо. А после реформы Столыпина земельной стала страна крупнейшим производителем и экспортером зерна. Кормилицей мира. Потом, в 50-х годах, 60-х, подняли большевики целину. Потому что хлеба не хватало. Перебои были, как говорили тогда. А после поднятой целины, такой голод, не голод, ну хлеб нормальный исчез. Из продажи. И начали менять нефть на хлеб. Если бы не нефть в Тюмени, очередной голодомор был бы. А до этого, при стралинизме, всех в колхоз. И землю забрали. По самые крыльца отрезали крестьянам. Рабство. За трудодни, за палочку в колхозе работать. 700 грамм ячменя на трудодень. Три голодомора. Один Левинский, два Сралинских. Причем последний, 46-47 год, после войны случился. Когда народу побило. Немеренно. Огромная страшная война. Немец под Питером, Москвой, на Волге. Разве дошел до этих мест? Сначала говорили 20, потом 27 миллионов. Сейчас за 30 миллионов погибших. Все это следствие октябрьского 1917-го. Переворота. Майдана. Вроде бескровного. Так всегда бывает. Вот, к примеру, в начале французской эволюции погиб один человек. Директор Бастилии. Точно не помню. Эксказковод рассказывал на площади Бастилии. Снесли ту крепость с одним заключенным. А жаль. Оттуда всех майданутых. Ну, а потом голову как капусты нарубили. В том числе и главным, закоперщиком. Что тоже случилось после октябрьской эволюции. Своих там нашинковали, которые народ мучает. Но ничему не учатся люди. В августе 1991-го года, когда болваны крикнули Бориску на царство. Троих задавило. А потом сколько миллионов досрочно. Погибло. От разных причин. Нас жители империи. К этому времени должно быть более 700 миллионов. Много раз уже говорил. Дмитрий Иванович Менделеев рассчитал. А сколько в наличии? Вот цена майданов. Не ходите болваны на майданы. В третий раз повторяю. Свисают гроздья лещины. Видно. С ветвей. Гроздья лещины лучше гроздей гнева. Посчитайте до 10. Если вас кто-то обидел. И все пройдет. И почищено много змея библейского. Траншейного. В кущах райских. Обитавшего или обитающего. Вот кущи они примерно такие райские. Как у меня. Змей-искуситель. Гад ползучий. Только гадости научит. Вот как большинство блохеров. С ютуба. Особливо политблохеры. Которые. Которые науськивают болванов. Попы, гапоны, гордоны, андоны. Мы вас тя. Нет мы вас на тя. Не было объективных условий никаких. Для любых майданов. После которых наступает кровавая баня. На долгие времена. Идите лучше в сад.